Атаваихсан представляет Всевышний спросил их Их ценность повысилась И по воле Творца Человек стал нуждаться в них до судного дня Джабраил, алейхиссалам Держа Адама, мир ему за руку Перенес его обнаженным На гору Рахун в Индии Было это на закате в пятницу Говорят, что на этой горе Есть отпечаток ступни Адама, алейхиссалам И что это место с тех пор Днем и ночью озарено сиянием Нуром Мать Хава, по велению могущественного Была перенесена Джабраил, алейхиссалам В Хиджаз, на берег Соленого Красного моря И оставлена в одиночестве в том месте Где ныне находится город Джидда А Иблиса Аллах сделал лишенным милости И изгнанным, и был он сброшен В Ирак Шайтан заключил сам собой брак И снес четыре яйца Откладывая яйца в разных местах Иблис начал выводить потомство Которым наполнился весь мир Аллах дал им способность и волю Двигаться в человеческом теле Подобно крови После того, как Иблис проявил зависть К отцу людей Аллах предупредил Адама, алейхиссалам Что Иблис является его врагом С этого момента Иблис взял на себя обязательство Поклялся Преградить человеку путь К единобожию О том, что Иблис враг Было сказано во всех книгах Неспосланных пророкам Также в них было велено Не подчиняться ему Тогда Малун поклялся Всевышнему Что не перестанет вводить В заблуждение всех рабов Аллаха Но истинных моих рабов Ты не сможешь ввести в заблуждение Сказал Аллах Хотя людей со слабым иманом Верой шайтан и обманет Людей с крепким иманом Аллах убережет сам Кто смиренно просит Аллаха О наставлении на истинный путь Того Аллах окунет в море милостей И он остается там Тот, кто окажется под защитой Всевышнего Не попадет в рабство к навсу Повелевающему совершить дурное Тот, кто познает истинную сладость Служения Всевышнему Не продаст ислам за золото и серебро Змею же, которая помогла Иблису Войти в рай Аллах наказал Вложив яд в ее жало И сделав немой И была она сброшена в Исфаган Иран Из-за пособничества проклятому Иблису Павлин был лишен благодати С него были сняты драгоценности И уменьшена его красота И был он сброшен в Антакию А по другой версии В Бабиль, Вавилон Адам, алейхиссалам Из благословенного рая Прибыл на землю обнажен Тело его, не привыкшее к солнцу Обгорело И он, страдая от жары Обратился к Джабраилу, алейхиссалам В поисках облегчения Тогда Джабраил, алейхиссалам Отправился к Хаве в Джидду С бараном из рая Джабраил, алейхиссалам Научил ее стричь барана Делать из шерсти пряжу и вязать Хава изготовила накидку Но Джабраил, алейхиссалам Не дал ей знать Что она предназначена для Адама, алейхиссалам Он взял накидку Отправился в Индию И отдал одежду Адаму, алейхиссалам Но не сказал, что накидку Соткала Хава Надев накидку и почувствовав облегчение, Адам, алейхиссалам, ощутил голод. Тогда Джабраил, алейхиссалам, доставил из рая двух валов, дал Адаму, алейхиссалам, орудие земледелия и научил его обрабатывать землю. Тот час после посева взошла пшеница и сразу же поспела. Тогда Джабраил обучил Адаму, алейхиссалам, жатве, обмолоту зерна и приготовлению муки, дав ему вместо жерновов два камня. Из Ада был принесен уголек, который предварительно семь раз окунали в воду чтобы сбить жар, иначе он испепелил бы всю землю. Когда он приготовил лепешку на огне и захотел ее съесть, Джабраил, алейхиссалам, не дал этого сделать, сказав, если подождешь до захода солнца, твой пост завершится, и тем самым указал на время завершения поста. Таким образом, Адам, алейхиссалам, был первым, кто соблюдал пост на земле, тем самым заложив основу для будущих потомков. Когда наступило время разговения, и он протянул руку к лепешке, та укатилась от Адама, алейхиссалам, за гору. Тогда Адам, алейхиссалам, вскочил и бросился за ней. Джабраил, алейхиссалам, сказал, «Ты проявил поспешность. Если б ты не побежал за лепешкой, было бы лучше, ибо она сама вернулась бы к тебе». Поскольку так было предрешено Всевышним Аллахом, потомству Адама, алейхиссалам, пришлось трудом своим добывать средства существования, риск. Когда лепешка вернулась к Адаму, алейхиссалам, он съел половину, а другую сохранил впрок. Джабраил, алейхиссалам, сказал, «Лучше бы ты этого не делал». И откладывание про запас стало уделом людей. Съев пол лепешки и почувствовав жажду, Адам, алейхиссалам, запил ее водой, но ощутил неудобства в животе и боли, и пожаловался Джабраилу, алейхиссалам, после чего Джабраил, мир ему, облегчил его состояние, открыв естественные проходы. Будучи голодным, Адам, алейхиссалам, забывал о Хаве, а будучи сыт, вспоминал. И так прошло 500 лет в разлуке. Однажды, вспомнив о жене, он спросил Джабраилу, алейхиссалам, «Скажи мне, жива Хава или мертва?» Джабраил, алейхиссалам, ответил, что жива, и живет лучше, чем он, на берегу моря, ловит рыбу и ест ее, и Аллах содержит Хаву в достатке. Адам, алейхиссалам, очень обрадовался и рассказал Джабраилу, мир ему, что видел свою жену во сне. Джабраил, алейхиссалам, растолковал сон, как приближение их встречи. Сожалея о своем проступке и не забывая о рае, Адам, алейхиссалам, догадался раскаяться. Всевышний Аллах внушил ему и дал силы произнести «Раббана золамна» «Господи, мы совершили насилие над собой». Надеясь на милость Всевышнего, Адам, алейхиссалам, стал просить Аллаха, чтобы тот пожалел его ради Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. Тогда Аллах ниспослал ему вахью, откровение, и спросил «Как ты узнал о Мухаммаде, саллиллаху алейхиссалам, еще до его рождения?» Адам, алейхиссалам, ведал, что Аллах спросил его, зная ответ, но, соблюдая этику, ответил «Господи, когда ты создал меня и я поднял голову, первое, на что упал мой взор, это была надпись на столбе арша «Ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах», написанная пером могущества. «Из нее я узнал, что Мухаммад, имя которого привязано к твоему прекрасному имени, является твоим любимцем». Когда Адам, алейхиссалам, попросил именем его любимца, Аллах простил его. Аллах послал Адаму вахью, чтобы он из Индии переселился в Мекку, и чтобы указать дорогу, ему был дан в спутнике ангел. Так Адам, алейхиссалам, дошел до Мекки. На том месте, где сейчас стоит Кааба, был построен дом из красного хризалита, яханта, взятого из рая. Адаму, алейхиссалам, было подсказано просить Аллаха, совершая таваф вокруг этого дома. После того, как его научили, он совершал семикратный обход, будучи нагим, босым и с непокрытой головой. Оттого и нам именно так это вменено в обязанность. После тавафа Аллах принял покаяние Адаму, алейхиссалам, и велел ему идти на гору Арафат, где Адам, алейхиссалам, вдруг неожиданно встретился с Хавой. Вознаменование этой встречи, гора и день, на который пришлось их свидание, стали называться Арафат, встреча. Стояние и богослужение на ней было предписано мусульманам как рукн, столб хаджа. После этого Адам и Хава вернулись в Мекку. Немного побыв там, они возвратились в Индию и начали строить свою жизнь. И они стали причиной продолжения рода человеческого. Всевышний послал к Адаму, алейхиссалам, Джабраила, мир ему, с тремя жемчужинами, олицетворяющими иман, разум и совесть, которые были предоставлены ему на выбор. Адам, алейхиссалам, выбрал разум, понимая, что он дороже всего. Джабраил, алейхиссалам, сказал иману и совести, чтобы они вернулись обратно в рай, ибо Адам выбрал разум. Тогда иман, вера, ответила, что от Всевышнего ей дано повеление быть всегда вместе с разумом и что она вместе с ним останется с Адамом. После этого вера обратилась к совести, объясняя ей повеление Аллаха. «Так как мне приходится остаться с разумом, ты возвращайся». Тогда совесть ответила, что ей приказано быть там, где остается вера. Так совесть и вера решили остаться вместе с разумом. Они не захотели быть там, где нет разума. Сумев выбрать наилучшую из жемчужин, Адам, алейхиссалам, получил все три. Так нрав Адам, алейхиссалам, стал совершенным. Разум, которым Всевышний одаривает только того, кого он любит, стал сокровищницей знаний. О Аллах, не отдаляй нас от мухлисов, искренних людей, тех, кому дарован Табу тавфик, помощь, вместе с наукой Ахирата. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok